Человек – это единственное существо, которое умеет говорить. Мы используем речь каждый день, но не понимаем, насколько это сложно. Человек – единственное существо, умеет говорить. Что такое речь? Что такое слово? Почему? Они и те же слова могут быть такими разными для разных людей. ВЫСТРЕЛЫ Самое удивительное и сложное изобретение человека – не интернет, не автомобиль и даже не порох. Это наша речь. Мы придумали более 6 тысяч языков. Но как нам это удалось? Сегодня эту и другие тайны речи пытается разгадать психолингвистика – наука, объединившая ученых самых разных областей. Лингвисты – психологи, биологи и математики и ищут ответ на вопрос – как именно мы говорим? Давай прослушаем для начала исходную фонограмму, а потом послушаем образец, посмотрим, что нам представили на исследовании. И вот это дело тоже, скажем, вот он сделает. Это как раз то, что есть вот это отказной, да? Нет, отказной будет, он сейчас сделает экспертизу, вот по твоему объяснению. То есть я им предоставляю материалы, и тут вот именно твои слова. Расследование и дело о вымогательстве взятки. В качестве доказательства только одна улика – диктофонная запись. Подозреваемый отрицает, что голос на пленке принадлежит ему. Поэтому фонограмма попала на экспертизу к лингвокриминалистам. Единственным экспертом, которые смогут с точностью установить, кому же принадлежит голос на записи. Надо найти какие-то идентификационные признаки, которые сохраняют свою устойчивость при вот этой неполной сопоставимости исходной сравнительной записи. И убедиться, что это тот же самый человек, либо не тот. Несколько часов кропотливой работы и лингвокриминалист получает отпечаток голоса. Такой же уникальный, как и отпечатки пальцев. Его анализ позволит немало узнать и о самом человеке, и о некоторых особенностях его внешности. Голос может выдать – полный человек или худой. Насколько у него крупный рот и даже какой длины его речевые связки. Слово «именно» – ударное «и». Но ударное «мы» вот здесь хорошо видно, где находятся резонансные частоты артикуляционного тракта. Они соответствуют косвенным образом размеру ротовой, носовой, надглоточной полостей речевого тракта этого человека. Теперь лингвокриминалисты сравнивают отпечатки голоса на образце и исходной записи. Они идентичны. Но неужели не может существовать два очень похожих голоса? Чтобы исключить ошибку, нужно проанализировать особенности речи. Ведь речь всегда индивидуальна. В этом деле подозреваемого выдали профессиональные термины и самые обычные слова-паразиты. Слова-паразиты помогают в идентификации человека, использовании слов. То есть, как бы, наконец-то, возможно, в речи является идентификационным признаком. В данной экспертизе человек использует очень часто сочетание «то есть». И мы, соответственно, находим это в образце, представленном, и, соответственно, в исходной фонограмме мы находим примеры использования сочетания «то есть». Еще полвека назад исследователям для работы были доступны только внешние проявления речи. Слова. Но современные методы позволяют заглянуть в глубины разума и понять, как и почему мы говорим. Томография – самый эффективный метод исследований мозга человека. А для психолингвистов это уникальная возможность понять, что происходит у нас в голове, когда мы говорим. Томограф фиксирует все изменения в головном мозге, пока человек произносит те или иные слова. В этом эксперименте вам нужно будет описывать картинки. На экране появятся четыре картинки, и ту, которую нужно описывать, будет в зеленой рамке. Я также буду видеть такие же картинки, но в перепутанном порядке. И описание должно быть таким, чтобы я поняла однозначно, о какой картинке идет речь. Цель эксперимента – выяснить, как человек придумывает новые слова. Перед испытуемым мелькают изображения без конкретного названия. Это заставляет его на ходу придумывать им имена. Исследователи надеются, что этот эксперимент может понять, как появилась человеческая речь. И почему мы остаемся единственными существами на Земле, кто умеет говорить. Впрочем, это не совсем так. Многие попугаи обладают талантом воспроизводить человеческую речь. Но понимают ли они, о чем говорят? Ответить на этот вопрос ученые смогли совсем недавно. Попугай Жако по кличке Алекс показал, на что способны птицы. Алекс знал точные названия десятков предметов и различал их по форме и цвету. Оказалось, что и у птиц имеются зачатки абстрактного мышления, которые раньше считались только прерогативой человека. Что самое интересное, он освоил значения числительных и мог с их помощью оценивать любые множества и сказать, сколько ягод, сколько ключей, сколько карандашей. В отличие от птиц, наши ближайшие родственники-обезьяны не способны к членораздельной речи. Обучение их словам оказалось совершенно бесполезным занятием. Но во второй половине 20 века ученые доказали, языковые способности у человекообразных обезьян есть. Они оказались легко обучаемы языку глухонемых. Овладевшие им особи могут рассказывать не только о том, что видят сейчас, но и описывать события прошлого, в отличие от маленьких детей, которые понимают только настоящее время. Одна из обезьян так взволнованно рассказала своей воспитательнице о том, что вчера в лаборатории была гостья, у которой прическа похожа на гриб. И когда вспомнили про эту женщину, у нее действительно там какое-то сооружение на голове тому подобное было. Обезьяны рассказывают и обедничают о том, о драках, которые происходили в лаборатории два-три дня назад. Выходит, способность говорить свойственна не только человеку. Но в отличие от обезьян, мы тысячелетиями ее развивали. И в итоге создали сложнейший язык. Речь превратилась для нас в необходимость, средство выживания. В силу каких-то эволюционных причин у древнего человека эволюция пошла очень ускоренным путем. Они попали в такие условия, в такую нишу, которая требовала от них в том числе коммуникации на, во-первых, на большие расстояния, во-вторых, о каких-то событиях, которые передача информации о том, что происходит во внешней среде. Надо было, допустим, при появлении добычи оповестить рассеянных членов сообщества, находящихся на расстоянии. В нашем мозге есть особые речевые зоны. Одна отвечает за производство речи. Это центр брака, расположенный в лобных долях мозга. При его повреждении человек теряет возможность воспроизводить членораздельные слова. Центр верники отвечает за понимание речи. Здесь слуховые сигналы преобразуются в нейронные коды слов, которые активируют у нас соответствующие образы. При повреждении центра верники человек перестает понимать, что говорят ему окружающие. Речевые зоны могут находиться как в правом, так и в левом полушарии. Узнать, являетесь ли вы речевым правшой или левшой, просто. Для этого требуется лист бумаги с четырьмя окружностями. В течение 15 секунд нужно поставить максимальное количество точек в правом кругу правой рукой. В следующие 15 секунд в левом левой рукой. И повторить то же самое, но теперь читаясь к разговорке. Если разница между двумя левыми кругами будет больше, значит речевые центры находятся в правом полушарии. Ведь оно управляет левой рукой и наоборот. Большая разница в количестве точек справа – свидетельство, что речевые центры у вас находятся слева. Вот эти вот центры как бы отнимают на себя некий ресурс. Берут нагрузку, которая не позволяет одинаково эффективно выполнять такую вот простую моторную задачу при проговаривании слов с разговорки в данном случае. Зоны восприятия и генерации речи есть и у обезьян. Поэтому они тоже могут производить слова и понимать их. Но есть то, что обезьянам недоступно. Это синтаксис. Кроме нас его не понимает никто. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виктор. Очень приятно. Я Андрей. Очень приятно. Ну вот, ваше место. Можете располагаться к вам удобнее. Синтаксис – самая сложная часть языка. Для исследователей это самый интересный аспект речи. Приоткрывая тайну того, как мы читаем и понимаем предложение, можно приблизиться и к другой тайне. Как же работает наш мозг? Так психолингвистика из науки о языке превращается в науку о работе мозга. От вас будет требоваться просто читать предложение и отвечать на вопросы. Но при этом не говоря ни слова. Вы будете отвечать просто выбирая взглядом. Правильный ответ. Нужный, да, правильный на ваш взгляд ответ. Айтрекинг в переводе на русский – слежение за глазом. Задача испытуемого – читать предложение с экрана монитора. Текст сложный. В нем много неоднозначностей. Пока участник эксперимента читает, камера фиксирует движение его глаз. 250 кадров в секунду. Благодаря высокой скорости записи исследователь замечает малейшие движения глаз. Электроды, закрепленные на голове испытуемого, фиксируют активность в разных областях его головного мозга. И по вот этим параметрам, которые мы анализируем, мы можем говорить о том, как распределяется внимание. И, может быть, даже если говорить простым языком, то, как мы думаем, движение глаза отражает наши мысли в неком смысле. Человек одновременно может разглядеть всего от 8 до 10 букв. Все остальное для него размыто. Чтобы прочесть предложение, мы задерживаемся на каждом слове примерно на 200 миллисекунд. Затем совершаем очень быстрый рывок дальше, к следующему слову. Если что-то непонятно, наш мозг моментально меняет программу действия. Он заставляет глаза вернуться на несколько скачков назад. Взгляд фиксируется на сложном месте и затем снова перепрыгивает дальше. Движение глаз на самом деле это очень сложная такая иерархическая структура в мозгу человека, которая организована, можно сказать, сверху вниз от наших фронтальных областей коры, ассоциативных, которые отвечают за анализ всей информации. Спускаясь вниз, фронтальный кора оказывает влияние на уже стволовые структуры, которые отвечают именно за моторику, то есть за то, как действительно движется глаз. Вот эта вот такая нисходящая система, она как раз связывает, можно сказать, наши мысли и движение наших глаз. Переработка увиденных символов в смысл – напряженная работа для мозга. Информация мгновенно передается из одного его отдела в другой и проходит через сотни инстанций, чтобы мы осознали, что именно прочли. Открытие этого сложного механизма познания позволило понять, почему только люди обладают речью. Хотя у обезьян есть такие же речевые центры, для понимания синтаксиса у них не хватает главного – связи между ними. связи, позволяющих информации моментально передаваться из одного центра мозга в другой. В понимании речи, в генерацию речи вовлечена большая часть мозга. Если говорить о коре больших полушарий, то, наверное, больше половины коры задействованы в разных аспектах речи. Почти у всех народов существуют поговорки о силе слов. Психолингвистика доказала существование этой силы. Как только мы слышим или читаем слово, в мозге активируются нейроны, которые обычно отвечают за наше поведение. Человек слышит слово, а они тут же извлекают из памяти связанный с ним образ и поведенческую программу. Произнесите слово «лимон» или напишите его. Этого достаточно, чтобы во рту моментально повысилось слюноотделение. Кислый, жёлтый. Что-то кислое, жёлтенькое. Жёлтый цвет, кислый. Лимон же кислый. Жёлтый. Когда я слышу лимон, у меня сразу вода появляется. Не знаю почему. Можно, например, не пользоваться словом, а в ртовую полость капнуть капельку лимонного сока. И ощущения будут примерно такие же. Сейчас мы проведём с вами ассоциативный эксперимент для того, чтобы выяснить языковое сознание испытуемых. Качество испытуемых будете вы. Ваше действие заключается в следующем. В этом списке четыре колонки. Вы читаете по порядку слова. И возле каждого слова пишите одно. Единственное слово, которое первым придёт вам в голову. Любое. Ограничение только одно. Оно должно быть первым, которое придёт вам в голову. На основании такого анкетирования психолингвисты составляют ассоциативные словари. Словари, рассказывающие, о чём мы думаем на самом деле, когда произносим обычные слова. То есть в речи может быть только то, что есть в нашем сознании. Причём сознание осознаваемым и сознание неосознаваемым. То есть мы можем выражать в речи своё неосознаваемое сознание, не понимая, что мы характеризуем себя помимо своей воли. Если сравнить сегодняшний ассоциативный словарь со словарём 20-летней давности, можно понять, насколько изменились мы сами. Так, например, раньше главной ассоциацией на слово «деньги» было слово «получать». Сегодня же это «зарабатывать» и «тратить». Причём в разных культурах одни и те же слова могут вызывать совершенно разные ассоциации. Отсюда такое частое недопонимание между жителями разных стран. То, что в одном языке носит негативный образ, в другом может оказаться комплиментом. Ты лев. Ты орёл. Ты тигр. Ты корова. Ты собака. Ты крокодиль. Ты заяц. Ты волк. Захотите сделать комплимент жителю Афганистана, обязательно назовите его собакой. А для чеченца нет ничего приятнее, чем услышать, что он волк. Так психолингвистика оказала влияние и на изучение иностранных языков. Вы приглашали кого-нибудь в музей пойти? Или вас пригласили в музей пойти? Вас пригласили меня. Меня. У самых усердных студентов-иностранцев на овладение русским языком уходят годы упорного труда. Чтобы заговорить по-русски, они должны выучить наизусть сотни правил и тысячи исключений. Учить русский язык очень сложно. Учить иностранный язык сложно. Обладать русским непросто. Впрочем, не для всех. Немало людей легко смогли освоить его в совершенстве. Среди них и мы с вами. Потому что русский язык для нас родной. Уже к трем годам ребенок способен уверенно общаться на родном языке. Ваня, а как твоих братьев и сестричек зовут? У меня сестра Соня, а ты лучший брат Даня. Вас там много? Да. В семье? Да. Откуда же вы все появились? Да мы родились. Воспитанникам детского сада не нужны учебники, правила и исключения. Они легко усваивают сложные грамматические конструкции во время игры со взрослыми. Ребенок словно сам контролирует свою речь и моментально исправляет свои же ошибки. Раз и навсегда. Надо что-то сделать с этим телефоном? Номер. Номер. Номер набрать. И что потом? Позвонить. Поговорить по телефону можно, да? А зачем еще людям нужен телефон? Как вы думаете? Стоп, стоп, стоп. Звонить. Кому-то позвонить. И? А еще? А ты, и, 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 или, или, или смс, или смс-ку кому-то. Как детям удается так быстро усвоить один или несколько языков, до сих пор остается загадкой. Одна теория утверждает, что эта способность дана нам с рождения. Другая, что ребенок вырабатывает ее сам, подражая взрослым. В любом случае ясно одно. Учебники и правила не помогают, а скорее мешают ребенку справиться с языком. С пяти годами каждый ребенок становится гениальным пользователем родного языка. Гениальным пользователем, потому что он открывает все сам. Почему большое преимущество ребенка, который еще не попал в школу и не начал учиться чему-то сознательно, это то, что он это делает неосознанно. Оказывается, что на уровне неосознанности обработка информации, по данным психологов, происходит в 10 миллионов раз быстрее, чем на уровне сознания. Словарный запас ребенка растет молниеносно. С каждым годом он пополняется на тысячи слов. Это подтверждают языковые эксперименты. Четырехлетний воспитанник детского сада готов назвать практически все изображения, которые предлагает ему психолингвист. Кроме тех, с которыми он еще ни разу в жизни не сталкивался. Четырехлетний воспитанник детского сада готова. Ребенок так легко пополняет свой словарный запас, потому что в его процесс познания одновременно включаются все когнитивные функции. Увидев новый для себя предмет, он связывает в своей голове его внешний вид, запах, ощущения от прикосновений и слова. Так, услышав какое-то слово всего один раз, ребенок запоминает его на всю жизнь. Приведу такой вот пример антогенеза. Это пример Сеченова. Он говорит, вот как маленький ребенок понимает, что такое елка. Он подходит к елке, трогает ее, колки, хвою ее, вдыхает смолистый запах. И вот этот сложный комплекс чувственно-двигательных ощущений связывается со словом елка. Понимание этого механизма позволило ученым Института языкознания РАН разработать новые методы изучения иностранных языков. Подход прост. Взрослым предложили учить английский так же, как в детстве они учили родной язык, почти без учебников и правил грамматики. Это упражнение мы будем выполнять на улыбке. Мне нужно, чтобы каждый из вас широко-широко улыбнулся. Вот так растянули губы, щеки, вот так прямо до ушей. Посмотрели на своего партнера Оскар. Взрослые люди показывают пантомину, перевоплощаются в разных персонажей, разыгрывают сценки. В общем, постигают самые сложные правила грамматики и лексику в движении. Игре с максимальным количеством положительных эмоций. Так же, как делают это дети. Меньше, чем за два месяца люди, буквально начиная с нуля, овладевают языком в объеме примерно 2500 лексических единиц. Слов на основе всей нормативной грамматики, то есть основную грамматику они знают, но скорее знают ее в таком практическом применении. Сегодня психолингвистическая модель обучения иностранным языкам получила признание во многих странах мира. Эта принципиально новая методика позволяет обучить языкам даже тех, кто считал себя неспособным на это. Впрочем, по мнению психолингвистов, таких людей не существует. Ведь все мы смогли когда-то в совершенстве овладеть одним из самых сложных в мире языков – русским. Все, что мы делаем, мы просто растягиваем гласные. Вот Майкл кричит «Флоренс!» «Флоренс!» Чтобы все гласные вот так летели. «Флоренс!» Психолингвистика заставляет нас иначе взглянуть на человеческую речь. Казалось бы, давно изученное и понятное явление. Томография, айтрекинг и эксперименты доказывают – наша способность говорить уникальна, а слова обладают огромной силой. Исследования человека, говорящего продолжаются. Психолингвисты уверены – с их помощью они откроют еще немало тайн, скрытых в нашей речи. Субтитры создавал DimaTorzok